От имени Ассоциации индустриальных парков России и Комитета по промышленному строительству очень рада вас сегодня приветствовать на нашем вебинаре. Немножко организационных моментов. Очень попрошу всех, у кого возникают вопросы в рамках сегодняшних обсуждений и дискуссий, фиксировать это в чате. Мы сможем потом после выступлений наших сегодняшних спикеров-экспертов обсудить их в диалоге. К сожалению, не в живом, но тем не менее. Также большая просьба ко всем, кто не выступает во время выступления спикеров, выключать микрофоны, чтобы не было дополнительных звуков. В случае, если будут возникать какие-то другие вопросы, тоже фиксируйте. Либо мои коллеги из ассоциации, либо я, мы обязательно ответим. Мы ведем запись нашего вебинара традиционно. И также после проведения будет небольшой месседж, короткий статус, новость о проведенном мероприятии, на котором будут также ссылки на презентации. Ну и контакты коллег, если нужно будет, вы всегда сможете получить либо в отдельном диалоге, либо запросив у нас в ассоциации индустриальных парков в России. Ну что ж, я не буду очень сильно много времени занимать. Скажу просто небольшое вступительное слово перед тем, как мы перейдем к нашему первому эксперту. Еще в прошлом году, когда мои коллеги готовили восьмой выпуск ежегодного обзора индустриальные парки России, сейчас мы, кстати, завершаем эту подготовку за 2022 год, мы с вами все вместе определили, что индустриальный парк – это очень системно, инженерно подготовленный проект, площадка, как многие ее называют, там, где размещается очень много производств. И основные особенности – это то, что данная площадка, она обеспечивает всех своих резидентов и всю свою площадку именно инфраструктурой и различными услугами, которые оказывает как управляющая компания в том числе. Мы знаем, что сегодня в России насчитываются уже просто сотни индустриальных парков, которые объединяются как раз благодаря сообществу Ассоциации индустриальных парков России и ведут свою основную деятельность. Мы также отметили еще в прошлом обзоре, что на самом деле мы отмечаем рыночную эффективность данных индустриальных парков, что каждый рубль, который вкладывает тот или иной инициатор такого проекта, он, безусловно, приходится на 10 рублей привлеченных инвестиций, то есть соизмеримость именно проекта наблюдается в том числе и в этом. Несмотря на то, что у нас есть различные виды парков, это и частные, и государственные, сегодня это в том числе комплексное развитие территорий индустриальных, мы все равно отмечаем, что это растущий, растущий, развивающийся сектор, который находит свое определение в регулировании именно на государственном уровне, который уже соответствует неким стандартам качества и который имеет свои тренды и развитие, которые задаются в том числе и рынком. Мы с вами уже давно видим такой очевидный процесс, что в индустриальных парках формируется уже сервисный подход к тому, как создать индустриальные парки, как им управлять, а значит происходит очень большой трансформационный процесс именно инженерных процессов, которые там происходят. Мы с вами очень часто, наверное, многие слышим сегодня слово ESG, и пока мало или не все знают, как это точно определить, и пока эксперты этим занимаются, что это такое, с чем его едят, мы уже сегодня хотим с вами поговорить про энергоэффективные решения именно с точки зрения промышленных объектов, индустриальных парков, площадей. Создание собственного энергоцентра – это достаточно выгодная инвестиция в том, чтобы получить энергию, как электрическую, так и тепловую. Сегодня наши эксперты как раз и поделятся в первую очередь деталями техническими с точки зрения, что такое энергоцентр, как его создавать, какие особенности проектирования, строительства и эксплуатации, но также на примерах покажут экономическую и, что неважно, в тренде ESG экологическую выгоду при создании и использовании собственных энергоцентров. Меня зовут Татьяна Коваленко, я буду оставаться модератором сегодняшнего мероприятия, но передаю первое слово нашему первому эксперту, который расскажет детально про все нюансы слова «собственный энергоцентр». Это Сергею Смольскому, который является руководителем направлении в группе компании «ДВС Ресурс». Сергей, думаю, что можно... Татьяна, добрый день. Слышно ли меня? Потому что, к сожалению, камера у меня сегодня по какой-то причине отказалась работать. Добрый день, коллеги. Добрый день. Всех приветствую. Я начну, наверное, с того, что такое вообще ESG и, соответственно, кто туда входит, кто пытается туда войти. На примере нескольких стран, которые сейчас на рынке энергетики и вообще собственной генерации сделали прям фурор на рынке, потому что выкупили все слоты, все очереди, можно сказать, по американским, по европейским заводам. И заводы сейчас трудятся, собирают для них машины. Это страны Ближней Азии, да, и, соответственно, там, где есть нефтянка, есть где нефтяная промышленность, они хотят очень сейчас экологию в своих странах наладить. Тем самым, подписавшись в контракты ESG, выкупили госпоршневые электростанции. ESG – это что, собственно, такое? Это экологическое, социальное и корпоративное управление относится к центральным факторам в оценке устойчивости и социального воздействия инвестиций в компанию или бизнес. Но вот вкратце, грубо говоря, отказываемся от неэкологичных, засоряющих нашу землю видов топлива и переходим на газ. Значит, вкратце, если говорить о газе, значит, есть несколько видов газа, да, у нас в России сам распространенный это же природный газ, который, собственно, имеет малую стоимость, да, и используется довольно эффективно как раз вот именно энергоцентрами. так, подскажите, Татьяна, я могу сейчас уже… не хотела вас перебивать, все-таки презентацию нам подключить, вы подключите. Я подключу, да, вот, да, вот единственное, что демонстрацию экрана вы мне разрешите, пожалуйста. Да, сейчас мои коллеги откроют возможность. Так, получилось вроде как, да? Так. Так, подскажите, видно ли… Да, так, отлично, это уже хорошо. Сейчас одну секунду, я тут у себя настрою. Значит, вот таким образом. Да, ну, вкратце, значит, познакомимся с нашей организацией, кто мы такие, собственно, где мы находимся территориально и чем занимаемся. Значит, компания ДВС Ресурс, основная компания, именно на рынке генерации, вот в нашей группе компаний, основана в 2010 году. Чем занимаемся? Изначально занимались мы дизельным оборудованием, техническим обслуживанием, поставкой дизелей и арендой дизельного оборудования. После чего, в РУС, с 15-го года активно началось развитие именно линии газопоршневых двигателей и поставки генерационного оборудования. Значит, первый объект наш, это Ростовская область, даже, точнее, город Ростов-на-Дону, табачный бизнес-комплекс. Ныне он называется GTI, перекупленный японцами. Там трудится несколько газопоршневых, поставленных в первую очередь нами. Мы занимаемся не только поставкой оборудования, обслуживаем комплексы, модернизируем систему управления, модернизируем, в принципе, уже не актуальное оборудование, да и пытаемся его актуализировать, дабы сэкономить деньги конечного заказчика. Работаем по всей России, поставляем запасные части, расходные материалы. Ну, помимо этого, являемся официальными авторизованными партнерами компаний, таких как МТУ, они же входят в холдинг Rolls-Royce и компании MAN, именно в направлении газопоршневых двигателей. Системы управления строим на Schneider Electric и КамАП. Также используем в своих газопоршневых управлениях актуаторы фирмы Хейнсман. Ну, собственно, вкратце расскажем, что же такое газопоршневая электростанция и, собственно, понимание самой газопоршневой электростанции как децентрализованного источника электроэнергии. Газопоршневая электростанция, вот то, что сейчас на рисунке видите, я надеюсь, все хорошо там заметно видно. Значит, это автономный энергокомплекс по выработке электрической тепловой энергии при сжигании газа, как раз нашего любимого природного газа. Оптимальным образом он как раз подходит для энергоснабжения индустриальных парков, промышленных парков. Иногда называется газопоршневой установкой или ГПУшкой. Значит, в составе, то есть не в составе именно исполнения газопоршневых электростанций, ну их всего основных-то три. Вот то, что мы видим на рисунке, это как раз газопоршневая электростанция в контейнерном исполнении. То есть некий блок-модуль, независимо устанавливая на опаловку или какую-либо раму, он полностью самодостаточен. То есть в нем уже установлены все системы для того, чтобы машина функционировала и выдавала вам несколько видов энергии. То есть электрическая, тепловая и в некоторых случаях холод. Значит, также есть открытое исполнение, то есть это грубо тоже все то же самое, да, за исключением самого блок-модуля. И данные установки, они приспособлены для размещения непосредственно в строении. Как раз вот по поводу строения есть несколько нюансов, о которых я расскажу чуть позже. Значит, где же применяется и кем вообще, в принципе, приобретается такое оборудование, да, и где оно удобно. Основными потребителями такой техники являются производственные комплексы и промышленные предприятия, значит, генерирующие из бытовых компаний. Ну, вот мы видим, да, мясопереработка, молочное производство, тепличное производство, нефтепереработка и генерирующие компании, кстати, к которым можно, наверное, отнести все же и промышленные парки, да, потому что по факту получается, что мы генерируем электроэнергию и распределяем ее непосредственно между потребителями, находящимися на территории этих промышленных производственных парков. Газопоршневая электростанция применяется в качестве основного источника электроэнергии, не стоит ее путать все же с резервными источниками электроэнергии. Почему? Потому что, в принципе, газопоршни сами по себе, как двигатель, да, это вот сейчас чуть-чуть углубясь в технику, довольно инертные для того, чтобы им набрать рабочие обороты и, соответственно, выдать электроэнергию, им надо, их надо нагружать ступенчато. Поэтому газопоршни именно приспособлены для работы на высоких нагрузках и нагрузки должны быть линейными, ну и, собственно, довольно-таки длинными, то есть не 2-3 часа в день, да, а 24 на 7, 365 дней в году. Поэтому в данном случае газопоршень можно озвучить, то есть интерпретировать как приоритетный источник электроэнергии, но мы не исключаем еще и сеть, которая будет как раз являться неким гарантом, если не дай бог, что случится с газопоршневой электростанцией. Значит, опять же, да, вот возвращаясь к тому, где в принципе используется и как используется газопоршневая. Значит, ГПС применяется в качестве основного источника электроэнергии, а также и выдачи тепловой энергии в энергоемких линейных процессах с минимальными скачками по мощности, где требуется постоянное потребление электроэнергии с минимальными простоями, например, выходом из производственного оборудования на техническое обслуживание. Ну, то есть тут вкратце именно о потребителях такого рода оборудования. Состав газопоршневой электростанции, ну, собственно, что в него входит? Понятно, что у него входит некий генератор, который приводится в вращение самим двигателем, двигатель работает на газу, работает двигатель по принципу карбюратора, то есть у него нет никаких форсунок, чем он, собственно, и удобен для эксплуатации, так как у него меньше передаточных каких-то элементов, это принцип мехатроники. Значит, в данной системе, которую мы видим, я надеюсь, всем видно рисунок, присутствует тепловой пункт. Соответственно, тепловой пункт, что это такое? Это не что иное, как теплосъемное оборудование, тепломеханическое, да, с насосной группой. Используется оно для чего? Для того, чтобы производить отбор тепла от работающего двигателя. И чтобы это тепло не выбрасывалось в открытую среду, да, и, собственно, не приближало этот наш чудесный парниковый эффект, тепло мы используем также либо на технологический процесс, либо на отопление, например, корпусов промышленных производств. А наверху, значит, цельнометаллического сварного контейнера, который мы видим на рисунке, установлены системы охлаждения двигателя, системы охлаждения газовоздушной смеси, ну и, собственно, вторая ступень теплосъема, это система утилизации тепла. Ну и, собственно, все это оборудование, в частности, двигатель, да, вокруг которого построена вся периферия, он работает на природном газу. Соответственно, обязательно необходимо, да, наличие вот этой вот газовой линии, которая, значит, согласно всех ГОСТов, имеет при себе несколько клапанов, в том числе запорные автоматические клапана, да, и сама вот эта вот установка цельнометаллический сварной контейнера и все, что внутри и вокруг него, она, опять же, повторюсь, самодостаточна. То есть, значит, в ней установлены все системы пожаропотушения, все системы газованности, да, предупреждения сигнализирования, и, значит, установка имеет высокий класс автоматизации. Наличие операционного какого-то оперативного персонала не требуется. То есть, вся работа, весь мониторинг производится удаленно, значит, настройки, изменения настроек либо автоматизированы, либо также происходят в удаленном вручном режиме или полуавтоматическом основным операторам, который, грубо говоря, бдит за этой техникой. Значит, и еще один из немаловажных факторов как раз по поводу вот этого исполнения газопрошневая электростанция в плочном модульном исполнении. Значит, если рассматривать вопрос поставки такого оборудования именно в исполнении блочном модульном, мы исключаем из проекта один из немаловажных и таких довольно-таки недешевых моментов, как постройка здания, да, и сдача его потом системно-надзорным органам. Наше исполнение блок-модули, оно не подразумевает под собой объекта строительства какого-либо, да, капитального капстроя, соответственно, может размещаться на одной плите до 4-5 единиц техники, вы ее в любом случае будете сдавать в Ростехнадзор, да, но именно по газу, а по поводу, собственно, строения вопросов у вас, ну, по крайней мере, по нашему опыту, по нашей практике вопросов по капстрою никогда не возникало, если мы говорим именно о блок-модульном, то такое маленькое ответвление. На данном слайде мы видим, что, в принципе, мы получаем при сгорании природного или, в принципе, другого любого газа, проходящего через машину. Ну, понятно, что так как генератор, то есть так как мотор вращает генератор, генератор вырабатывает нам электричество. Помимо электричества, также мы можем получать, значит, тепло, тепло от работающего двигателя и от выхлопных газов. Если мы говорим о таком исполнении, ну, оно называется просто на роде к генерации, да, то есть выдача с одного источника топлива, значит, два вида энергии, электрическая и тепловая. Ну, и в некоторых случаях дополнительно требуется каким-либо производством, дополнительно требуется холод. Холод вырабатывается посредством абсорбционных холодильных машин. В данном случае, если мы говорим о трех видах энергии, получаемых от одной машины, это называется регенерация. Ну, вот в стандартной схеме интеграции газопоршневой электростанции в структуру предприятия, в принципе, все логично, все просто. Единственное, что можно заострить внимание в большинстве своем, те заказчики, которые к нам обращаются, они уже имеют у себя на территории некую локальную котельную, которая работает на газу. Соответственно, интеграция в данном случае газопоршневой электростанции происходит намного проще, так как мы, в принципе, проходим по одностадийному проектированию модернизации самой котельной, устанавливая газопоршневую электростанцию, в качестве которой основной источник энергии – это не электроэнергия, а тепло. А вот в данном случае электроэнергия будет у нас как побочный, вторичный вид энергии, который мы будем использовать. Тем самым, подключаясь к единой магистрали от котельной, понятно, что с изменением лимитов по газу, по объему потребления газа, мы внедряем уже нашу газопоршневую электростанцию в общую инфраструктуру не только электроэнергии, но и, собственно, тепловой энергии посредством, грубо говоря, подключения теплосъема посредственно в ИТП котельной. Здесь же схематично показан вариант работы с параллельной сетью, что, собственно, как раз нам помогает. И в большинстве случаев у заказчиков так и получается, что сеть у нас остается как подстраховка от пиковых пусковых токов, то есть постоянное включение и отключение каких-либо энергоемких потребителей, оно, собственно, может пагубно влиять на газопоршневую электростанцию для того, чтобы как раз эти пики по максимуму, по минимуму снижать, параллельной сетью остается. Но приоритетом в данном случае по выработке электроэнергии по-прежнему остается газопоршневая электростанция. Если мы рассчитываем газопоршневую электростанцию, которой будет достаточно части и тепловой энергии, то, собственно, часть котлов либо переводится в режим покоя, либо режим ожидания и один или там несколько небольших котлов, переводится в статус пиковых, то есть они используются на догрев тепла, которое не выдала нам, например, машина для самого предприятия. Переходим к другому слайду. Режимы работы газопоршневой электростанции. Основных режимов всего два, то есть это параллель с сетью, когда электростанция работает в параллельном режиме с электросетью. И вот как раз, о чем я говорил, гладятся пики вводимого в эксплуатацию оборудования. Если оно энергоемкое и, соответственно, газопоршневая электростанция не может его вытянуть, сеть нам помогает с этим вопросом. Дальше, опять же, переход к режиму покоя. То есть мы сеть используем по минимуму, при этом мы получаем страховку в виде как раз бесконечного источника электроэнергии, коим называется как раз сеть. Но приоритет у нас, опять же, потребление газопоршневой электростанции, как и электроэнергии, так и тепла. Ну и, собственно, второй момент, второй режим работы – это островной режим работы. Значит, островной режим работы является полной автономией. То есть, предположим, у нас нет сетей, в ближайшем доступе лептин очень долго и дорого, но есть газовая труба. Подключаясь к газовой трубе, мы, собственно, начинаем генерировать электроэнергию, тепло, если это необходимо, и питаем наших потребителей на производстве. Но в данном случае, если мы рассматриваем островной режим работы, островной режим работы предполагает под собой стопроцентное резервирование электростанции. То есть, по-хорошему, схема расположения газопоршневых электростанций – N плюс 1. То есть, одна машина, которая будет постоянно работать, и вторая в рокировочном режиме, которая будет стоять на подстраховке. В момент выхода первой ГПУ на техническое обслуживание включается вторая. Ну и, собственно, при аварийных случаях также первая вырубилась, вторая подключилась, поехали дальше работать. Значит, о программно-аппаратном комплексе, управлении центром, о чем я, собственно, и говорил. Наше исполнение газопоршневых электростанций имеет высокий класс автоматизации. Весь мониторинг, вся работа электростанции производится удаленно. То есть, опять же, нахождение на территории блочно-модульной котельной, то есть блочно-модульной электростанции, либо же станции открытого исполнения не требуется. Оператор может открыть интерфейс с диалоговыми окнами, в котором он видит реальные нагрузки, реальные показания со всех датчиков. Соответственно, она может их регулировать, может их отключать, может их переводить в режим, какой ему необходима, нагрузка, разгрузка, либо же отключение. Значит, сигнализация о неисправности или сигнализация о проверке каких-либо систем физически приходит, опять же, на систему управления. Система управления, в свою очередь, распространяет эти сообщения либо на телефон, либо на почту ответственного лица, и тем самым, грубо говоря, производится мониторинг. Помимо этого, в течение гарантийного периода от нас вы получаете абсолютно бесплатно удаленный мониторинг нашими сервисными специалистами, которые подключаются к каждой, значит, к своему энергоцентру и проверяют работоспособность ГПУ. Если есть необходимость связывается с конкретным лицом, отвечающим за это оборудование, решает вопросы по устранению проблемы. Что хочу сказать про аппаратный комплекс управления нашими энергоцентрами. Значит, здесь плохо, наверное, видно, может попробую увеличить. Значит, система управления построена на базе Schneider Construction, но рисуем и программируем ее полностью мы, наши специалисты, которые как раз находятся в городе Ростов-на-Дону, делаем ее под заказ конкретного пользователя на основании его технического задания. Наша система управления, она унифицирована, работает она, собственно, и как в параллель, так и в островном режиме, параллели синхронизацию между станциями разных производителей, не только MAN и МТУ. Значит, и самая основная задача, которая была поставлена и, собственно, она решена в нашем исполнении программно-аппаратного комплекса, это задача как раз деления нагрузки по логике машин. То есть, если мы принимаем, значит, неравную нагрузку на каждую машину, мы ее можем делить между машинами. Значит, и тем самым нивелируем пики по проседанию машин, пики по пусковым токам, да, разделив их на несколько агрегатов, и вы получаете максимально качественную выдаваемую энергию, не только электрическую, но и тепловую, при, собственно, разных нагрузках предприятия. Если у вас, например, много потребителей, которые, скажем так, ну, мелкие, да, то есть они, у них много малой аппаратуры, малой техники, например, компьютеры, кондиционеры и все остальное, когда 1, 2, 3, 5 потребителей включают одновременно небольшие, соответственно, небольшую аппаратуру какую-то, да, или небольшие какие-то устройства, которые требуют электроэнергии, они, в принципе, могут своей вот общей массой, да, нагрузить оборудование одного энергокомплекса довольно-таки серьезно, и в результате этот энергокомплекс может встать. Вот наша система управления, она как раз настраивается таким образом, чтобы рабочий цикл был соблюден в начале, в начале, то есть, грубо говоря, мы задаем какие-то определенные параметры рабочего цикла, да, и, собственно, эти же параметры мы, значит, мониторим в течение первых двух-трех месяцев работы газопоршневой электростанции и, собственно, обучаем ее работать именно в том режиме, в котором, собственно, используется, используется энергия или потребляется энергия. Вот, ну, здесь, в общем-то, все. А по поводу структуры ценообразования у нас в Российской Федерации вообще, в принципе, стоимости электроэнергии. А слева мы видим график, значит, в принципе, ценообразования, как оно у нас строится по России, электроэнергии, закупаемой у Россетей. Основной, значит, статьей затрат является именно оптовая цена на электроэнергию. Далее добавляется у нас несколько моментов, таких как доходы поставщика, генерирующие из энергозбытовой компании, которая, грубо говоря, перепокупает по оптовой цене электроэнергии и продает вам ее выше. Помимо этого, значит, начисляются оплаты услуг АТС, СО, СФР. Это три апостола наших Россетей, которые, грубо говоря, мониторят, регулируют рынок, на каждый киловатт они добавляют копеечку, и в общей сложности у нас поднимается и поднимается из года в год электроэнергия. Ну и тоже оплата электросетевой компании – это уже крайний, значит, поставщик, скажем так, электроэнергии, который уже вам, своим юридическим лицом, это все и продает. Из этого, в общем-то, и складывается себестоимость киловатта, и она варьируется у нас в Российской Федерации от 6,5 до 8 рублей, но, возможно, сейчас уже и выше. Значит, и взглянем на диаграмму справа, в которой показана работа газопоршневой электростанции и, собственно, себестоимость киловатта при выработке его именно с газа. Основной статьей расхода в данном случае является, ну, собственно, топливо, это природный газ. Ну, вы все, скорее всего, вы знаете, сколько у нас стоит куб газа. Он также может варьироваться, но стоит он примерно от 5 до 7 рублей. Значит, вторая и третья статья расходов масла и сервис, ну, на самом деле, они примерно даже одинаковые. Если брать из регламента негативного масла, конечно, у нас чуть-чуть побольше используется, но, тем не менее, персонал. Персонал, о котором я говорил, да, и, собственно, есть ли смысл его держать. Ну, большое количество людей нам не требуется, да, у нас нужно 2-3 человека, которые будут следить за аварийностью газопоршневой электростанции. Тем самым мы, собственно, нивелируем объем затраченных средств на людей, на сервисных инженеров и на всех остальных, кто нам потребовался бы, если бы эта вся система не была автоматизирована. Тем самым при всех затратах актуальная себестоимость киловатта электроэнергии, вырабатываемая с газопоршневой электростанции, варьируется от 1 рубля 70 копеек до 2 рублей 90 копеек. Ну, вот это в среднем по регионам. Эти цифры, они доказаны на практике, на практике именно на наших объектах, которые мы успешно реализовали, и они сейчас у нас в строю. Соответственно, разница в себестоимости сгенерированного киловатта по отношению к разнице из окупаемых из Россетей киловатт, ну, я думаю, она вам видна и ясна. Поэтому, собственно, почему к нам обращаются наши заказчики, потенциальные заказчики, уже имеющиеся с нами, работающие с нами заказчики, просят строить вторую и третью очередь. Вот здесь вот на этом слайде прописано. Значит, стоимость электроэнергии ниже на 50-70% по сравнению с сетевыми тарифами. Ну, это, опять же, доказано на практике. Надежность и бесперебойность качества электроэнергии, которые мы выдаем благодаря нашей автоматике. Ну, и, собственно, максимальное использование энергии газа, то есть с одного источника топлива, с одного вида топлива мы получаем два вида, а может быть и три вида энергии. Это электрическая, тепловая, собственно, холод. Очень удобно. Возможность дополнительного дохода за счет продажи электроэнергии и тепловой энергии с ним потребителем. Это, кстати, очень актуально для тех же самых промпарков, так как вы должны обеспечить своих арендаторов и теплом, и электроэнергии. И, собственно, в некоторых случаях, опять же, повторюсь холодом. Значит, система дистанционного мониторинга и диагностики минимизирует аварийные случаи. Вот этот вопрос как раз связан с автоматикой, собственно, о которой я говорил. Что имеет место быть? Значит, удаленный мониторинг, информация о предупреждениях, да, о проверках чего-либо. Мы не гоняем впустую сервисных инженеров на объекты, которые могут быть довольно-таки удаленные, да, от нас. Все это мы, значит, диагностируем, всю систему диагностируем удаленно извне посредством подключения к интернету и решаем вопрос в кратчайшие сроки. Сам основной момент при постройке газопрошневых электростанций это как раз высокая скорость ввода в эксплуатацию от 4 до 6 месяцев в зависимости от мощности оборудования, комплектации энергоцентра. Ну, если сравнить, например, прокладку тех же самых ЛЭП или вообще, в принципе, модернизацию каких-либо подстанций, да, для того, чтобы на той или иной территории разместить уже источник, да, для потребителей электроэнергии иногда уходят годы, если мы говорим о Россетях. А по поводу энергоцентров, единственный момент, где может затянуться время по, значит, реализации проекта установки энергоцентров, это как раз газ. То есть с Газпромом договариваться, в принципе, есть возможность, да, они довольно-таки лояльны к этому вопросу, но протяжка самих труп, да, вот магистральных труп, она может доходить тоже до одного, там может быть полутора лет. Ну, а далее, после того, как у вас появился ГАЗ, вопрос реализации проекта, действительно, занимает где-то от 4 до 6 месяцев. Ну, вот вкратце, значит, рассказал, озвучил, может быть, какие-то, если вопросы остались у вас, пожалуйста, обращайтесь, готовы, будем вам помочь. Немножечко, Татьяна, вот немножечко, конечно, не по теме я рассказал, но мне в последний момент вот тему доклада прислали, я вот, наверное, не все сцепил, наверное, не все озвучил. Вот этап создания энергоцентра, сбор данных, расчет окупаемости, вот вот эти темы, но они, на самом деле, индивидуальны. Все зависит от местоположения, от вообще, в принципе, инфраструктуры постройки энергоцентров. Ну, то есть, очень индивидуальные вопросы, то есть, такие объемные, которые я, наверное, даже за час не отвечу. Поэтому, если будут вопросы, пожалуйста, как говорится, рады приветствовать вас у нас в гостях, приезжайте, смотрите на наше производство. Ну, в общем, пока все, доклада окончен. Спасибо большое, Сергей. Коллеги, участники нашего сегодняшнего вебинара, возможно, есть у вас вопросы к Сергею, которые вы готовы задать. Можно сейчас в формате открытого микрофона, скажем так, это сделать. Да, если позволите. Добрый день, коллеги. Айрат Гизатолин, Технопольский Град, город Казань. Сергей, можно уточнить, вот в вашем расчете по себестоимости киловатт-час электроэнергии, получаем от энергоцентра, в сервисных услугах какой период времени посчитан? И заложены ли средства на капремонты оборудования? И какой срок вы ожидаете до капремонта? Спасибо. Ну, все зависит от того, в принципе, какое оборудование вы выберете, потому что, значит, давайте на примере рассмотрим оборудование на базе двигателей МАН до капитального ремонта 7 лет, то есть 50 тысяч моточасов. Если мы рассматриваем оборудование чуть-чуть посерьезнее, именно по мощностям, на базе двигателей МТУ, это 10 лет или 84 тысячи моточасов. И в том и другом случае себестоимость киловатта рассчитана с учетом затрат на техническое обслуживание, на запасные части расходного материала и на ГСМ. В среднем, я вам так скажу, себестоимость киловатта электроэнергии по отношению к стоимости закупки из Россетей в 2,5-3 раза ниже. И это, опять же, вот по практике происходит. То есть давайте проще сделаем. Дайте мне мощности, дайте стоимость газа на вашей территории, и я вам приведу расчет. Это не проблема. Они на шаблоны рассчитаны. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Сергей, у нас еще есть вопросы в чате. Вот вопрос от Дмитрия. Какую категорию надежности электроснабжения может обеспечить энергоцентр? Дмитрий, ну все зависит от того, какая она вам необходима, вплоть до первой особой. Но здесь же вопрос какой. Если мы говорим о категорийности объекта, нам надо понимать, что от вас по техническому условию просят. Вообще, в принципе, вторая и первая категория можем обеспечить. Первая особая обеспечивается, ну уже немножечко другими, ну скажем, другой аппаратурой, другими комплексами, вплоть до кинетических дизельных генераторов, которые подключаются удаленно на ГРЩ первой особой категории. И при пропадении, скажем так, электроэнергии вообще отовсюду, откуда только возможно, подрубается этот кинетический дизель. Но это технический вопрос, технический нюанс. Вы дайте ТУ, мы, конечно же, на этот вопрос вам ответим. Так, и я вижу еще один, да, может ли использоваться СУК в качестве топлива. Да, может использоваться однозначно. Единственное, что надо понимать, надо получить паспорт по газу по той простой причине, что не все оборудование, например, оборудование двигателей Rolls-Royce, они же МТУ, они довольно капризны к этому вопросу. Вот как раз оборудование двигателей MAN может работать, но с D-Rate. D-Rate – это снижение мощности в зависимости от теплотворной способности газа. Вообще, в принципе, в большинстве своем все эти газопрошневые машины могут работать и на свалочном газу, и на попутном нефтяном газу, и, прошу прощения, газе, наверное, все-таки надо говорить. Вот. Или на том же самом голубом топливе, то есть на природном газе. Ну, а как в этом случае с экономикой будет дело обстоять? Вот. Пропадаете, прошу прощения. В случае использования сжиженного углеродного газа, как будут обстоять дела с экономикой. На магистральном газе понятно при стоимости 5-7 рублей. Если жиженый используют при 25 рублях. Все зависит от того, в каком из видов сжиженного газа, о каком из видов сжиженного газа, вы говорите, компримированный или вот второй, не вспомню сейчас. Потому что в любом случае сжиженный газ, смотрите, какая ситуация, сжиженный газ, он напрямую в мотор не пойдет. Его надо будет обратно перейти в газообразное состояние. И в зависимости от того, какой объем газа получится при переводе его из сжиженного в газообразное состояние, мы, собственно, посчитаем экономику. Этот вопрос лучше задать газовщикам, которые непосредственно будут устанавливать очистные сооружения и осушители с испарителем. Ну, обычно, в принципе, обычно. Там даже вопрос идет не о себестоимости киловатта электроэнергии, полученной с суга, а идет именно о времени до заполнения газгольдера этим сугом. А в среднем, на самом деле, вот мы считали для одного из наших объектов, довольно объемный такой проект. Себестоимость киловатта получалась там в районе пяти с половиной рублей, но это все, опять же, в первую очередь было завязано на логистику. Мы считали в том числе и, собственно, логистику, доставку этого газа в трудноудаленный, труднодоступный сектор нашей необъятной Российской Федерации. Понятно, спасибо. Спасибо большое, Сергей. Евгений, не вижу вашу поднятую руку. Сейчас завершим еще вопрос, так как коллеги, Владимир Котов как раз просит еще раз уточнить по поводу ответа на первый вопрос, который прозвучал о том, заключены ли затраты на капитальный ремонт и сколько затрат составляет от этой стоимости. Думаю, что надо, Сергей, прокомментировать еще раз. Конечно, конечно. Капитальный ремонт, безусловно, он считается, потому что это, ну, грубо говоря, один из основных таких серьезных ремонтов, которые производятся на первом цикле, вообще, в принципе, на первом жизненном цикле ГПУшки. Он включен в расчет однозначно. Вот единственное, сколько затрат составляет от стоимости капитальных вложений. Не совсем понял вопроса. Затраты на что? Еще разок, прошу прощения. Я обращаюсь к Владимиру, говорю, может, есть возможность прокомментировать сейчас голосом? Какой процент? Ну, давайте сейчас прям прикину примерно. Я, если честно, не задался тогда никогда таким вопросом. Просто этот процент, по-моему, в общей массе сэкономленных и вложенных денежных средств, он очень сильно взмыт, потому что 7 лет с учетом инфляционной составляющей, в принципе, с теми моментами, что у нас сейчас происходит в мире, и мы не знаем, как это будет завтра выглядеть, процентов, наверное, 25 от стоимости оборудования. Можно в УЕ, ну, если в УЕ, это, да, процентов, да, не, даже, наверное, не 25, а, наверное, все-таки 15 процентов от общей стоимости оборудования. Ну, давайте вот, если мы хотим о цифрах говорить, давайте вот вкратце о цифрах. Возьмем самую максимальную комплектацию. Так, секунду, еще вот один вопрос в чате, если КПС 1 ДИС. Давайте вот на вопрос по поводу УЕ и капитальных вложений. Ну, берем, значит, объем машину самой максимальной комплектации блочно-модульного исполнения системы утилизации тепла в районе 600 тысяч евро. Стоимость мегаваттной машины получается у нас, и это напряжение 0,4. Стоимость капитального ремонта, опять же, без учета инфляционной составляющей, на 10-м году ставит около 140 тысяч евро. Это запасные части и порядка полутора миллионов рублей – это капитальный ремонт, ну, то есть, собственно, выполнение ремонта. Ну, посчитайте, это примерно где-то получается, ну, около 20 процентов по нынешним, в нынешних условиях, по нынешним ценам – это вложено капитальный ремонт по отношению к стоимости оборудования. Я надеюсь, что я правильно ваш вопрос понял, и, скорее всего, вы услышали мой ответ. Так, если ГПС основной едет. Давайте дадим слово Евгению, мы давно уже ждем, а потом продолжим с вопросами в чате. Евгений, мы ждем вас в эфире. Коллеги, здравствуйте, слышно меня сейчас? Да, слышно. Да, Татьяна, спасибо. Сергей, спасибо за презентацию, достаточно такую, она короткая, но понятная. Вот, я представлюсь, Евгений Слепченко, компания «Далькиорус». У меня два к вам вопроса. Первый вопрос, вот в отчете себестоимости, да, которую вы показываете, включены ли так называемые накладные расходы, которые будут ложиться, в данном случае, ну, на клиента, это разные способы получения разрешений, там, тех присоединения, вопросы, связанные с Ростехнадзором и так далее, вот, включены ли они в ваши затраты, которые вы декларируете, если нет, то помогаете ли вы в решении данных вопросов вашим клиентам? Первый вопрос у меня. Отвечу, значит, в данном случае они не включены, это именно расчет, ну, грубо, окупаемости не проекта, а именно оборудования, да, и расчет себестоимости киловатта именно оборудования, без учета стоимости проекта. Расскажу, почему, потому что, опять же, все зависит от индивидуальных условий. Значит, по поводу помощи, в нашем регионе однозначно, да, помогаем, Петербург-Ленинградская область, в других регионах по запросу, ну, надо смотреть, с кем мы работали в том или ином регионе, да, и кому мы можем обратиться, взять нас подряд, а может быть и сами сделаем, как говорится. Если мы говорим о проектах, как раз эта вот тема, да, нашего разговора, проектирование, ну, все знают, наверное, оно является, то есть оно подразделяется на одностадийное и двустадийное проектирование. В одностадийном проектировании, без вопросов, конечно же, мы поможем, в том числе и строительно-монтажными работами, на двухстадийке и предварительной сдаче согласования проекта на органы. Во-первых, это вопрос, значит, связанный с заказчиком, потому что он, как конечный пользователь данного оборудования, должен получать все технические условия и относить, как говорится, проект на согласование. В принципе, есть опыт работы с этим вопросом, да, скажем так, с помощью субподрядных организаций, находящихся в том или ином регионе или же в соседних регионах, чтобы это не так накладно было для конечного заказчика. По поводу хождения, как говорится, по инстанциям, сдача всех вопросов от имени конечного заказчика, ну, по доверке, в принципе, возможно. Опять же говорю, это либо будет субподряд, либо это будем браться мы. Ну, в связи, опять же, с последними новостями, да, из Европы и отовсюду у нас появилось только заказов, что, скорее всего, мы просто не всем с этим моментом по проектированию поможем, ну, физически. Объем работ большой, и так как у нас не конструкторское бюро, да, и там не проектная служба, а именно мы продавцы готового изделия, произведенного на территории Российской Федерации, ну, не совсем наше основное направление по поводу помощи как раз по проектированию и по строительно-монтажным работам. Обычно в обычных ситуациях мы договариваемся с заказчиком, чтобы он все-таки брал какую-то часть работ на себя, а какую-то часть мы брали на себя, чтобы, скажем так, уменьшить срок реализации этого проекта. И где мы можем помочь, мы обязательно, конечно же, помогаем. Ну, опять же, в силу наших возможностей. Ясно, Сергей, спасибо большое. И второй вопрос у меня связан с газом, с качеством газа. Если, допустим, со временем качество газа может измениться там в худшую сторону, тем самым повлечет увеличение расхода установки и тем самым будет сказываться на экономику проекта, вы как продавцы, поставщики оборудования каким-то образом контролируете этот параметр и ведете диалог с клиентом? Да, ведем диалог с клиентом, контролируем эти параметры. На нашем исполнении ГПС установлена функция именно в системе управления о объеме потребляемого газа и, собственно, чего мы стремимся добиться. Это максимального КПД при минимальном потреблении газа. Это так называемый преддетонационный режим работы. И, собственно, если мы видим, что машина начинает переобогащаться газовоздушной смесью, то есть газовоздушная смесь переобогащенная, мы стараемся этот вопрос по максимуму пытаться снизить. То есть нивелировать его, конечно же, невозможно, потому что динамика газа, какой бы он чистый ни был, она все равно есть. Она в определенных случаях минимальная, но в некоторых случаях выскакивает такой момент, когда переобогащенную смесь приходится регулировать. Да, этот вопрос мы, скажем так, пытаемся тоже регулировать. В диалоге с заказчиком мы обязательно присутствуем. Ну и, собственно, наши сервисные инженеры настраивают по лямбдорегулированию газовоздушную смесь, но это вручную. То есть удаленно это не отрегулировать, потому что есть в системе некое сигнализирование о том, что вот у нас объем потребления, то есть не объем потребления, у нас объем газовоздушной смеси остался прежним, но при этом при всем температурах в цилиндрах у нас растет. Это либо момент выхода из строя какой-то из исполнительных частей механизма, либо же это все-таки обогащенная смесь. То есть, собственно, сервисные инженеры настраивают это. На четырех объектах у нас такое было, где действительно нестабильная газовая ситуация. И на двух, даже вру, на трех объектах мы это победили. На четвертом объекте в связи с тем, что это, скажем так, индивидуальное газовое хранилище, какое-то там чудесное такое, вот там, к сожалению, победить не можем, потому что там газ прям нестабильный-нестабильный, ну хотя он природный. В случае с магистральным газом, на самом-то деле, вот именно магистральным, который мы получаем от распределительных подстанций «Газпрома», обычно проблем не бывает. Если мы говорим все же о некой такой газовой скважине, с которой кто-то потребляет газ и использует его на горение в газопоршнях, там, к сожалению, это довольно сложно решить, потому что мощность газораспределительного, газорегулирующего шкафов, которые установлены сразу после вот этого газового хранилища, которое где-то когда-то нашли, они довольно-таки узкие, и поэтому там эластично не отрегулировать. Ясно, Сергей, большое спасибо. Спасибо большое, Евгений. Сергей, давайте вернемся к нашим коллегам в Сургуте, индустриальный парк Югра как раз, кстати, задает вопрос в части, есть ли такой центр основной, единственный источник электроэнергии, чем обеспечивается электроснабжение во время капремонта и сколько времени проводится на капремонт? Я вот этот момент как раз озвучивал, еще раз повторюсь, значит, в момент презентации, я еще раз приношу извинения, возможно, сумбурно, но просто немножечко сбили меня вопросы с тем, которые мне прислали в последний момент. Значит, смотрите, островной режим вообще, в принципе, что он под собой предполагает? То есть в схеме островного режима мы выбираем по объему мощности оборудование. Например, давайте, предположим, на каком-то примере. Мегаватт потребления, утрирую. Мегаваттное потребление, мы выбираем одну мегаваттную машину, и мы ее устанавливаем, но помимо этой мегаваттной машины нам необходимо поставить, опять же, еще раз повторюсь, по схеме работы островного режима. Нам надо еще одну такую же машину устанавливать. Для какой цели нужна эта машина? Она как раз будет рокировочной позицией. То есть если у нас первая машина выходит из строя или она выходит из эксплуатации, вводится из эксплуатации на момент технического обслуживания, у вас как раз есть вторая машина, которая является стопроцентным резервом первой. Вот схема островного режима, она предполагает собой расстановку сил таким образом n – количество установок плюс 1. В некоторых случаях, если довольно агрессивно и большое по объему потребление, то в некоторых случаях ставится количество установок, опять же повторюсь, n плюс 2. В таком случае мы их завязываем между собой в синхронизацию, то есть одна машина у нас, например, постоянно работает, вторая у нас стоит в горячем резерве. То есть она уже предварительно подогретая, вся насосная группа у нее приведена в движение, то есть антифриз по ней ходит, масло нагревается, машина готова в любой момент произвести автоматический запуск и принять на себя нагрузку. Понятно, что это, конечно же, не спасет нас от, например, резкого останова первой машины и оборудование у вас может встать, но вторая машина будет стоять в горячем резерве и она подхватит как минимум 20-25% от нагрузки. Либо же решение островного режима – это деление нагрузок. То есть у вас стоят два агрегата, нагружены они между собой на примерно 50 на 50 и делят нагрузку с общего потребителя. То есть вот такой из вариантов. Вот это схема именно островного режима. Она не то чтобы европейская, она по логике вещей, в принципе, понятная должна быть. То есть у вас есть один агрегат, который работает, и один агрегат, который стоит горячим, не назовем его горячим резервом, это все-таки применимо больше к дизелям, потому что они с полтычка, как говорится, за 5-10 секунд могут принять на себя нагрузку более 30% от номинала. Это технические нюансы. Для того, чтобы правильно рассчитать вообще, в принципе, проект островного режима для именно автономии, надо понимать нагрузки, надо понимать, надо видеть по часовке, надо понимать синусоиду по максимуму, по минимуму. И уже на основании вот этих вопросов выбирать оборудование. Ну, я бы на самом деле рассматривал вариант, знаете, какой. То есть у нас деление нагрузок должно быть, ну, в островном именно режиме, деление нагрузок должно быть как можно, как это объяснить, как это объяснить, более-более градуированным. То есть, например, если у нас потребление идет мегаватт, опять же, да, вот на практике, потребление мегаватт, мы берем не одну мегаваттную машину, а две пятисотки, которые между собой деля нагрузку, легче справляются с набросами и сбросами с них этих же нагрузок. И мы ставим еще такие же две пятисотки для именно стопроцентного резерва. И я вам скажу так, вот две мегаваттные машины поставить, да, одна основная, другая резервная, или четыре пятисотки. Четыре пятисотки в данном случае будут даже дешевле. Именно вот в конечном итоге, в общей стоимости проекта, четыре пятисотки будут дешевле. По обслуживанию, как две мегаваттные машины, так и четыре пятисотки до капитального ремонта, по стоимости именно обслуживания до капитального ремонта, они примерно сопоставимы. Единственное, что если мы говорим о 500-киловаттных машинах, это 7 лет эксплуатации до капитального ремонта, а мегаваттные – это 10 лет до капитального ремонта. Поэтому вот здесь все сугубо индивидуально. Спасибо большое, Сергей. Вижу, еще вопрос прилетел, но это индивидуальный момент. Давайте ответим и дадим слово Александру. Калмаков, он тоже поднял руку и давно ждет нашего ответа. Потом вернемся к тому, чтобы коллеги уже индивидуально к вам уже по следующему вопросу обратились. Александр, удобно сейчас озвучить ваш вопрос? Здравствуйте, да, Александр. Меня слышно? Я просто сейчас шумно вместе занялся. Да, слышно, Александр. Хорошо. У меня два вопроса. Первый вопрос. Напомните, я, может, прослушал. У вас свое производство? Вы пакетж сами делаете и разрабатываете компоновку машины? Сам контейнер получается? Это все ваше или вы где-то на стороне берете? Все наше. Все наше. Завод находится в Ломановском районе города Санкт-Петербурга. Производство наше. Полностью собираем мы вам газопоршневую электростанцию, как говорится, из того, что к нам приходит. Если мы говорим именно о МАН, двигатель и генератор приходят к нам по отдельности. Мы их стыкуем здесь, устанавливаем на собственной раме. Производим обвязку, контейнер. Контейнер тоже производим сами. Извините, двигатель и генератор приходят по отдельности? Да, двигатель и генератор приходят по отдельности. Вы отдельно покупаете? Да, конечно. В смысле, вы агрегатируете сами, получается, да? Ну да. Давайте назовем это так, агрегатируем. Мы у единственного официального поставщика МАН в Российской Федерации, МТ-групп, тоже находящийся в Санкт-Петербурге, приобретаем мотор, приобретаем генератор, устанавливаем их здесь уже на раму, обвязываем, исполнение контейнерное, значит, делаем контейнер, система утилизации тепла, система управления, конечно же, это все закупается. Ну, управление, единственное, что да, мы собираем на импортных контроллерах, но пишем программу по техническому заданию заказчика сами, конечно. И в итоге вы получаете готовое изделие, произведенное в Российской Федерации. МТУ? Алло. МТУ приходит как готовый генсет. Единственное, что МТУ мы приобретаем, пока что мы единственные на территории Евросоюза и СНГ, кто приобретает МТУ без их системы управления и внедряем свою систему управления на их генсеты. МТУ продает, ну, к сожалению, вот они продают генсеты в сборе, то есть это моргенератор установлен на собственной раме производства МТУ в Германии, в Мангейме. Троллер МИП, ну, не контроллер, а коммутатор, можно сказать, МИП, через который мы получаем сигнал и, собственно, производим управление двигателем. Спасибо. И можете прокомментировать, пожалуйста, сроки, которые вы привели по реализации проекта? Шесть месяцев. Что все-таки сходит? Это проектирование, это производство машины, это пэкидж? Производство газопоршневой электростанции. Именно производство газопоршневой электростанции. С заказом ГПУ, да, и с доставкой в Россию параллельно делается? Да. То есть уже имеющиеся проектное решение? Да, у нас есть техническое решение, значит, именно техническое решение на пятисотки. Ну, берем пример пятисотки, да, это, как говорится, горячие пирожки. Соответственно, для пятисотки у нас все производится, вся линия производится параллельно. Заказ оборудования, производство системы управления, заказ, значит, металла под конструкцию контейнера. И, конечно же, еще дополнительно вся периферия. То есть драйкулера, система охлаждения, система утилизации, если требуется. Ну, вот в шесть месяцев мы по практике спокойно проходим. Сейчас, конечно же, вот с этими усложнениями, опять же, на территории Евросоюза и Украины, ну, санкции пока что на нас фу-фу-фу-фу не влияют. Это никоим образом, да, все-таки политика политикой, а деньги, которые вращаются между странами, они имеют место быть, я думаю, вряд ли кто там сможет какие-то санкции на такое оборудование наложить. Ну, теоретически. Четыре-шесть месяцев, ну, шесть месяцев мы обычно вылезаем. По поводу, если мы говорим о машинах больших, от мегаватта до двух с половиной единичной мощности, а это уже однозначно будут двигатели МТУ, в среднем срок реализации готового изделия без проекта, я еще раз повторюсь, да, именно производство готового изделия, это 11-13 месяцев. Потому что есть свои нюансы именно с поставкой оборудования, связанные как раз, вот если вы помните, да, я в начале, значит, видеоконференции озвучивал, что такие страны, как Иран, да, значит, и же с ними, как говорится, имеющие нефтяные запасы довольно-таки немаленькие, да, они выкупили очереди на год вперед, можно сказать, на американском рынке, да, из производства газопоршневых электростанций. Возможно, возникнут, ну, некоторые затруднения, но мы, как говорится, будем стоять на своем и выбьем очередь для всех, кому это надо. Спасибо большое. Спасибо. Александр как раз уточнил вопрос, который задавали коллеги из индустриального парка Югра по поводу времени. Давайте вернемся заключительно к вопросу от коллег уже по конкретной стоимости, но, наверное, я скажу, что это, наверное, уже будет, может обсуждаться в индивидуальном диалоге с вами, да, потому что, наверное, требует уточнения многих металей так называемого технического задания, как мы это все любим. Вот поэтому порекомендую вам, коллеги, с УК «Перспектива» после вебинара просто уже с коллегами из ДВС связаться. Если нужны будут контакты, то обратиться к Юле или ко мне, если нужна будет поддержка. Я думаю, что уже в рамках диалога можно будет продолжить уже конкретные обсуждения. Коллеги, спасибо большое. Можно будет еще подискутировать, пообсуждать после еще одной презентации, которая у нас будет. Сергей, вы, если располагаете время, оставайтесь, пожалуйста, с нами еще где-то минут 20-30, чтобы, если будут возникать вопросы, можно было обсудить именно по теме вашего выступления. Спасибо вам еще раз большое. Как вы правильно сказали, часа мало, и мы наверняка еще продолжим обсуждать эту тему. Сейчас перейду к нашему следующему спикеру, к фургану Данилу, который представитель по России СНГ компании AP Energy Rules, который уже непосредственно на примере одной из промышленных зон, именно Тимашевск, расскажет в том числе про выгоды, плюсы, минусы именно создания собственного энергоцентра. Данил, если вы с нами, подключайтесь, пожалуйста, вместе с презентацией. Я с вами, здравствуйте всем, подключаюсь вместе с презентацией. Стараюсь, чтобы это было более-менее вам видно. Так, меня слышно, видно? Да, слышно, можно еще презентацию наполнить. Сейчас, сейчас, сейчас сделаю, секунду. Будет замечательно. Все, отлично. Так, коллеги, еще раз всех приветствую. Когда-то, несколько лет назад, по-моему, три, я презентовал вам возможности от собственного энергоцентра в режиме энергосервиса. Вот, и говорил тогда, что мы заключились. Вот, с прошлого года мы ввелись в эксплуатацию. Я вам чуть-чуть еще раз расскажу про нас и чуть-чуть расскажу про сам энергоцентр. Вот. Алло, слышно меня, коллеги? Да, вас слышно, Данил. Значит, немножко про нас. Мы компания B-Group, мы крупнейший партнер компании Enbacher. Вот, Enbacher – это двигатель, который производится в Австрии, один из лидеров рынка. Мы их крупнейший партнер. Мы в год производим порядка 200-300 модульных станций контейнерных. Большинство из них, там порядка 90%, на базе Enbacher. Завод у нас находится в Италии, в городе Ордзинове. Вот вдали вы можете увидеть, собственно, наш завод. Здесь у нас сидят продажи инжиниринга, у нас более 250 инженеров. Это сервисный департамент. У нас по миру порядка 250, при обращении, сервисных специалистов. Вот. В Россию мы вышли в 2015 году. Сейчас у нас три сервисных специалиста и небольшой эксплуатации. У меня действительно не... В компании сейчас 1300 человек. Уже 2 гигаватта мощности мы установили в 25 странах. Непосредственно в генерации у нас 5 линейк различных. Связано это исключительно с типами газа и с применениями. А также помимо генерации с позапрошлого года есть различные другие продукты. Установки по сжижению газа, установки, которые биогаз переводят в биометан. И различные другие продукты по качеству выбросов. Там ССР и различные фильтры. Вот. Зачем нужен свой энергоцентр? На самом деле, коллега из ДВС-ресурсов лично уже вам рассказал. Я тогда прям сильно на этом слайде останавливаться не буду. Но смысл в том, что есть три основные причины, по которым собственный энергоцентр может понадобиться. Первое – это отсутствие тональной мощности. То есть у вас расширяется производство, расширяется индустриальный парт или новый резидент, а вам не дают дополнительную мощность. Второе – это просто дорогое электричество. И из-за дорогого электричества в вашем конкретном случае недостаточная перспективность, недостаточный интерес со стороны резидентов останавливается именно у вас. Некачественное электроснабжение, но тут, в принципе, никаких комментариев давать не буду. Вот. Есть четыре различных варианта реализации такого энергоцентра именно для индустриального парка. Это непосредственно островной режим, островной энергоцентр, без связи с внешней сетью, когда вы продаете или даете электричество вашим резидентам. Это энергоцентр, который работает в параллели с сетью, ваш энергоцентр работает в параллели с сетью. И, собственно, в Тимошевске у нас именно так и организовано. И дальше уже идет распределение между индустриальными парками. Потом это, скажем так, комбинированные и различные комбинированные режимы. Что касается режима номер четыре, у нас сейчас в Липецке идет поставка объекта, где есть топоэкономическая зона. Вот на одного из резидентов будет работать установка параллельно с сетью через ружку, собственно, для одного конкретного завода. Значит, какие бывают у нас варианты реализации? Это прямая закупка, когда вы просто покупаете оборудование и, в принципе, ничего интересного здесь я вам не расскажу. Стопроцентная оплата проекта. Ну и такие проекты наиболее интересны с точки зрения того, что ваши финансовые показатели, ERR, например, для таких проектов наиболее высокие. Есть энерго-перформанс, когда вы тоже стопроцентно вплачиваете проект, а поставщик вам гарантирует именно финансовый результат. То есть он вам не гарантирует, скажем так, недоступность, никакие не технические параметры, а гарантирует, что вы сэкономите в отношении к предыдущему этапу работы непосредственно от сети такое-то количество денег. Ну и, соответственно, такая гарантия, она стоит достаточно дорого, и именно с точки зрения опексов и с точки зрения ERR это не самый лучший вариант. Есть вариант лизинг, в частности, вот этот проект, которым я говорил в Липецке, у нас реализован именно в лизинг, когда вы вкладываете ваши деньги в какую-то собственную инфраструктуру, а сама установка или установка и какие-то части инфраструктуры вам даются в лизинг. И энергосервисный контракт. Энергосервисный контракт я вот как раз расскажу вам немножко про Тимошевск. Вот, зачастую он не требует от вас уважений, электричество или тепло отпускается с какой-то скидкой, весь проект из капецов становится опексный, но экономите вы или ваши резиденты наименьшее количество денег, потому что зарабатывать хочет, собственно говоря, энергосервисная компания, и делиться заработком она хочет не на 100%, очевидно. Сам энергосервисный контракт в Тимошевске, вот так он выглядит, сама Тимошевская индустриальная зона. Отмечу, что это не индустриальный парк, не технопарк, это просто некая достаточно крупная промка, и все заводы там независимы друг от друга. Однако, хотел бы сказать, что там заводов довольно много, и там есть достаточно много европейских и интернациональных корпораций. Они все заточены под различные, скажем так, отрасли. Основное, это, безусловно, пищевка различная, тут там и кофе, и кондитерка, и маслозаводки, и напитки. И, в общем и целом, пищевая промышленность является одной из самых якорных, в Европе самая якорная для когенерации. И, собственно говоря, тут был построен энергоцентр. Энергоцентр был построен 6-мегаваттный, я вам про него немножечко расскажу. Значит, модель была реализована энергосервисная, то есть есть энергосервисная компания, которая вложила 100% инвестиций и в инфраструктуру, и в оборудование, и в проект, и так далее. Этот проект является 100% собственностью этой энергосервисной компании, мы были поставщиком оборудования, мы являемся также сервис-провайдером в данный момент. Генподрядчиком была компания «Валдекс Энергетика». Значит, бизнес-модель от энергосервисной компании, это реализация электроэнергии и тепла потребителям различных заводов, которые находятся в этой инфраструктуральной зоне. Статус на данный момент энергоцентр уже введен в эксплуатацию, там около 5000 часов он проработал, 99% эксплуатационная доступность, а также сейчас идет разработка СВМ, значит, что когда будет разработан СВМ, энергосервисная компания будет также иметь право продавать электроэнергию в сеть. Другой вопрос, что цена продажи электроэнергии в сеть не такая высокая, однако именно договор на то, что электроэнергия может быть продана в сеть, уже, насколько я знаю, согласован между Кубанинерго и энергосервисной компанией. По техническим особенностям это единый энергоцентр, 6-мегаваттный, 6-мегаватт тепла, установки работают параллельно между собой и параллельно сетью, могут работать в острове, могут уходить в прямой остров, если сеть моргает. Достаточно серьезная автоматика реализована, делительная автоматика наша, а именно как бы скада, она реализована на КАМАПах. Само решение, самооборудование специально подобрано низкошумно и очень компактно, исходя из местных, скажем так, снипов и исходя из необходимости и технического задания. А также реализована достаточно интересная, сложная БМЗРУ, которая заказывала «Валдекс Энергетику» у Таврида. Так выглядит этот энергоцентр. Он полностью произведен в Италии, доставлялся в сборе. Понятно, что весь объезд ехал отдельно на фурах, но там весь контейнер, двигатель, генератор и маслосистема, собственно, автоматизированное, оно вставало вот в такую длинную колбасу, скручивалось, и, в общем и целом, монтаж происходил три недели, и около трех недель происходила пусконаладка этого энергоцентра, плюс тесты. Ну, короче говоря, за два месяца от того, как его привезли, и привезли до того, как он стал работать в штатном режиме, прошло два месяца. Вот, также я хотел бы отдельно остановиться на вопросе СО2, потому что ваших резидентов, особенно международных компаний, интернациональных корпораций, особенно тех, кто подписал стратегию 2030, наверняка этот вопрос, он все чаще и чаще будет звучать в будущем, если такое будущее наступит, скажем так, для нашей экономики. В конце прошлого года Европейская комиссия официально объявила природный газ трансферной переходной технологией к нулевому природному среду. Очевидно, они не успеют к 2030 году, это очень сложно, но смысл в том, что газ теперь не так страшен для этих крупных корпораций, потому что последние два года мы видим, мы работаем в основном с крупными интернациональными игроками, мы видим, что их корпоративный менеджер по устойчивому развитию не хотят брать дополнительные углеводородные энергоресурсы. Будет электричество, тепло, из сети, не из сети и так далее. В общем, с конца прошлого года это нежелание будет несколько меньше, поэтому технология, собственно, энергоцен на природном газе, особенно если есть возможность утилизировать и все тепло, а еще если есть возможность сделать регенерацию, то эти технологии, они становятся очень интересными с точки зрения уменьшения CO2-футпринта. И в России мы уже считали для некоторых компаний уменьшение CO2-футпринта за счет газопоршневой машины, за счет генерационной станции. И получается, что по сравнению с тем, чтобы покупать электроэнергию с сети и самим производить тепло, уменьшение порядка, уменьшение около 25%. Значит, что еще важно сказать, что на самом деле за счет генерационной станции и дополнительных всяких фильтров можно уменьшить CO2-футпринт чуть ли не на 80%. Это очень много. За счет чего? За счет того, что ставится дополнительный, в данном случае это фотография Cadinex, это дополнительный фильтр селективный, который очищает отходящие газы и делает CO2-го достаточно чистым. Впоследствии он поступает в такую очень дорогую, на самом деле дорогую систему, которая его дополнительно очищает, сжижает или сжижает, или спрессовывает хранитка из больдера, и потом этот CO2 можно продавать, например, на тепли или на различные другие производства, которые пользуются этим самым CO2. Таким образом, есть возможность уменьшить CO2-футпринт на 3 четверти. Есть возможность сначала установить когенационную станцию, уменьшить на 25% CO2-футпринт, заработать, точнее, сэкономить кучу денег, а потом ближе к 50-му году установить такую станцию, такую дополнительную систему фильтров, и тогда общий проект будет даже профитный, хотя все, большинство, абсолютные проекты по уменьшению CO2-футпринта, они все априори убыточные. Но есть возможность, учитывая когенационную станцию, вот такую вот систему, сделать этот проект в общем профитным. И для многих, для многих заводов интернационной корпорации в России это достаточно, мне кажется, ну и рынок, так говорит, интересная технология. Ну вот, большое вам спасибо. Также хотел бы анонсировать, что если все будет хорошо, то весной будет объявлена информация о том, что мы приглашаем всех посетить наш энергоцентр в Тимошевске, проведем различные мероприятия, лекции, семинары и круглые столы. Но пока что это такой, больше как тизер. Это мероприятие пока окончательно не утверждено. Хотел бы как раз услышать впоследствии ваше мнение, интересно было бы посетить или неинтересно. Тимошевск – это Краснодарский край, если вдруг кто-то не осведомлен о небольших городах Краснодарского края. Всем спасибо. Данил, спасибо вам большое за презентацию. Коллеги, есть вопросы, возможно, или уточнение, или комментарии, или мнение по поводу планируемых. Так, вижу, да. Евгений, вам слово. Да, Татьяна, спасибо большое. Данил, спасибо за презентацию. Приглашение ваше принимаем, с удовольствием ознакомиться с вашим решением. Единственное, я из презентации не совсем понял про схему реализации в рамках вот этого энергосервисного контракта. Вот эту схему энергосервисного контракта ваша компания предоставляет? Нет, конкретный энергосервис предоставила компания-партнер. Это непосредственно это российская непосредственно энергосервисная компания. У них есть все лицензии. Они не как водятся в России, через аренду реализуют эту бизнес-модель, а реально продают электричество и реально продают тепло. А что за компания? Пока что, к сожалению, я не получил от них официального ответа, имею ли я право разглашать. Если я от них получу официальный ответ, что имею право разглашать, я обязательно вам скажу. Но к тому моменту, как мы будем делать это мероприятие, будем делать мероприятие, я думаю, что совместно с ними, то вы обязательно узнаете и познакомитесь. Ясно, хорошо, интересно, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Евгений, Александр? Данил, вы упомянули продажу СО2. У вас в ваших проектах есть такой опыт реализации СО2? Нет, это абсолютно новые технологии, так называемые cutting edge. Эти технологии еще даже в Европе совсем-совсем первые опытные образцы. Единственное, что хотел сказать, что есть модели установки вот этих дополнительных фильтров, когда компания, которая покупает нашу установку, вот эти вот фильтры мы как бы устанавливаем за свои деньги, а получаем какой-то флетрейт, какой-то постоянный платеж. Но реализованных таких проектов на территории Российской Федерации нету сейчас. А в этом проекте, напомните, у вас такая установка в полисе станции? Нет, это просто когенерационная 6-мегаваттная станция, которая реализует электроэнергию и тепло потребителя. Какая себестоимость получается конкретно в данном случае киловатта? Себестоимость в данном случае киловатта получается чуть меньше 3 рублей. С учетом эксплуатации капитального ремонта, капитального ремонта, у нас специфические сервисные контракты, наши сервисные контракты, мы получаем деньги за час работы установки, и в сервисный контракт уже входят возможные поломки. То есть, если происходит какая-то поломка, это сервисный контракт, который больше похож на турбин, на сервисные контракты турбины, но в Европе это самая стандартная история, когда компания сервис-провайдер заранее берет на себя риски подполомка. Спасибо, понятно. Я могу вам сказать, что в подобных станциях стоимость вот такого сервисного контракта вместе с газосмазочной получается около 50 копеек. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Есть ли еще вопросы или мнения или комментарии к нашим сегодняшним выступлениям и выступления Сергея и Нила? Сейчас можно зафиксировать или задать вопрос в чате и можно также распределить необходимости. Пока я не вижу вопросов, возможно, они еще появятся. У нас буквально несколько минут, мы как раз по графику двигаемся. Я хочу с своей стороны благодарить и Сергея, и Данила за то, что сегодня нашли время и рассказали нам чуть больше не знают все остальные про особенности, плюсы, минусы, прокомментировали вопросы, которые возникали от коллег с точки зрения использования и имплементирования создания энергоцентров как на территории индустриальных парков, так и в принципе, если мы говорим про создание объектов промышленной строительства. Если вопросов больше нету, то я хотела коротко сказать, вопросы звучали в чате, что запись вебинара будет доступна на сайте с ссылкой, все мы получим это в наших регулярных уведомлениях, которые мы получаем от Ассоциации индустриальных парков. Как мне кажется, мы сегодня достаточно конструктивно на важные темы, особенно в сегодняшней ситуации. Я отметила для себя и, наверное, вернусь с предложением, Сергей, в том числе к вам с точки зрения насколько мощности и центр компетенции депутата по промышленному строительству может оказать вам поддержку в рамках проектирования и реализации проектов, так как у нас в членах очень много компаний, которые оказывают эти работы и усможно. Это тоже будет темой для одного из наших следующих мероприятий, где мы будем обсуждать это в рамках глобальной системного предложения как от ТАИПа, так и от комитета. Думаю, что мы обязательно продолжим и делаем и все у нас получится, Данил, с посещением площадки в Тимошевске. Будет прекрасная погода, будет прекрасная возможность и будем надеяться, что будет прекрасное обстоятельство, которое нам этому поспособствует. По крайней мере, мы от лица Ассоциации индустриальных парков приложим максимальную поддержку в части деловой программы и организационной. Я вижу новое сообщение сейчас. Поэтому, наверное, сегодня тогда позвольте еще раз всех поблагодарить за то, что были с нами. Напомню, что если не успели зафиксировать контакты наших спикеров, но остались вопросы или вопросы уже отдельного диалога, их контакты будут в презентации, которые тоже будут опубликованы ссылки на них на нашем сайте. Если же будут какие-то сложности с контактами, вы, пожалуйста, обращайтесь к нам, к Дмитрию, Юлии, ко мне, и мы с радостью поделимся всеми контактами и информацией. Всем большое спасибо и всем хороших выходных. Спасибо. Спасибо.